Я рассказывала вам про фасад театра, как раз таки в неоклассическом стиле, который был построен в 19 веке. Когда произошел здесь пожар, то театр был полностью разрушен и остались просто стены одни. Когда для Сальбадора Дали было очень важно восстановить именно фасад театра, как память о том месте, где он в первый раз выставил свои две работы в 14 лет. Естественно, он потом этот фасад немножечко доработал. Все это происходило на 70-е годы? На чьи денежки? Это финансировалось государством. То есть сложность в частности была в получении разрешений, в частности в том, что он хотел финансирование государства, но поэтому они свои условия ставили? Конечно, они ставили свои условия. И вообще все работы, которые находятся в этом музее и в других музеях Испании с Альбадором Дали были в завещании отданы государству. То есть в принципе хорошо вы строите, вы платите, вы финансируете проект, но я завещаю вам все свои работы. Все работы, которые... То есть оригиналы? Здесь оригиналы. А речь шла о том, чтобы копии поставить? Нет, это было условие Альбадора Дали, которое не было принято. А, то есть ему пришлось... Он вообще фотографии хотел. Ему пришлось оригиналы представить? Да. Уходим в отбор. Так. Да. Кадиллак. С женщиной. Эффектный. Так. Ну давайте будем снимать. Экскурсовода не положено, да, значит? Вот как понимаешь сюрреализм? Вот как ляжет он тебе? Вот так на душу. Вот так и есть. Это как бы пальма такая, да, получается. Да. В окошке видно дворик, а мы движемся дальше. Это как бы ювелирка великого мастера. Золотой ключик. Тут нам все не показать. Там еще сзади целый ряд идет. Собственно, и нет такой задачи. Да, надо полагать, что это плита, за которой находится гробница. Вот так и есть. Света, я здесь пчур, ты не против. Света, я здесь пчур, ты не против. Вот как тебе, Света, такое сидение? Ну, ты такой. Друзья, вот смотрите, что вы увидите, то и будет. Света, ты не комментируешь, а то ты все расскажешь. И не останется простору для фантазии. А вот еще. Те, кто хотел увидеть обнаженную женщину, увидят именно ее. Ну, а те, кто еще что-то хотел увидеть, еще что-то. Вот дворик, который мы с вами видели уже в самом начале. Тут можно выйти даже наружу. Давайте поснимаем. Давайте отсюда поснимаем. Может быть, тут перспектива какая-то другая немножко. Да, это вот известная картина, где вроде там супруг его, Елена, стоит. А если присмотреться, так, издалека еще, прищуриться, то окажется, что президент США Ринклин. Да. Вот если прищуриться, то чисто Ринклин. Друзья, ну, в общем, я вам показал, вы сами тогда дальше. Так. А вот и потолок интересный, да, на этом. Да, и тут несколько уровней. Вот мы сейчас находимся как бы на втором уровне. Мы выше, чем дворик, в котором там люди стоят. Вы, может быть, заметите. Видите, мы повыше немножко уровнем. И дальше вот сейчас по лесенке вверх, вверх, вверх. Я думаю, я думаю, что вот этот губкий носик, вот эти две картины. Да. Я понял. Я понял. Там нос, тут губы, а здесь как бы скальп. И вот оттуда люди смотрят. Они смотрят через стекло специальное. Я понял. Они вместе должны слиться там во что-то. Ну, я не знаю, я не думаю, что нам есть смысл туда подниматься. Нет, нет смысла. Имеет все. Ну, иначе что-то. Имеет все. И вот там картины за ней, такими точками, как бы. Ну, это два глаза. Вот я вижу глаз тут один. А там те что-то типа зубы есть. Там что-то типа зубов и эфелевая башня. Если прищуриться, да, то получается, что... Ну, справа глаз хорошо видно. А там и эфелевая башня, и зубы. Как вам, друзья, вот такая вещица? Вот, посмотрите, друзья. Так и хочется сказать, не позволяйте ничьим щупальцам шарить у вас в голове. Вот. Так что... С другой стороны, у него там немного было в этом ящике тоже. Ну, все-таки... А там гадюки, вот, гадюки, видите? Гадюки, да. Тут какие разе приличная змея полезет. Только гадюки. Вот так лезут, лезут в наши мозги. Так. А тут что-то с ногами. Ножки женские, судя по обуви. Так. И какие-то... А что это вот висит такое? Это фишки. Фишки? Кишки. Кишки. Вот уж не знаю. Оторванная, оторванная. Перед нами стоит группа детишек, которые говорят по-французски. Видно, их привезли на экскурсию. Вот тут картины все эти смотреть, надо проходить вместе с очередью, потому что иначе очередь все закрывает. Ну что, друзья, античный профиль в двух цветах, вместо носа ухо, вместо ушей нос. Ну что, друзья, мы движемся вверх посреди многоязычия европейского. Тут и английская речь, и немецкая, и французская. Ну и русская тоже. Тут, кстати, какая-то русская группа большая ходит с экскурсоводом. Да. Вот он, Сюр. Памятник Севастник. Не рукотворный. Да. Так, тут вот стекло. Видите, светло смотрят в линзу. Ну, я думала, что глаза, конечно, поярче. Но, на руслево-башне, собственно, то же самое, что мы видели внизу, два глаза. Ну, ничего такого особенного. Давай посмотрим. Друзья, мы с вами вместе посмотрим. Уж вы чего увидите, и я чего увижу. Ну, да. Да. Хорошо. Движемся дальше. Поэтому здесь долго не простоишь. Так, понятно, головой. То есть, как же, гипнотический тест, когда... Да. Какие-то фазаны. Птички. А вот мы тут... Ага, вот эти скульптурки. Вид вниз, через такое окно. Анатомия какая-то пошла. Я не могу по-любе сказать. Это нога. Да. Но она, наверное, не настоящая, в смысле того, что это неправильная тема. Тут должно быть много. Маленький, ребят. На большая. Есть такое мнение, руками гения рисует бог. То есть, коммерческий он, не коммерческий. Мой сын задал вопрос. Ой, мама. Почему сына ругаете? Когда он рисовал безобразие, я его ругал. Вот этот, когда ходил, в свои 12 лет, да, высказал мне претензии. Вот скульптурка-то получилась из степей. Да, друзья. Что тут можно сказать? Что, когда идешь, не знаешь, чего будет дальше. То есть, предсказать трудно. Тут такое, все, ну, скаменюк, я бы сказал. Пошли сюда. Ну, он, конечно, трудовитый очень был, что-то цикально. Но женка не давала ему сидеть без дела, понимаешь? То есть, она... Вот лицо, это очень интересное лицо. Да, да, нет, нет, безусловно, он как бы со смыслом все. Ну, он видел, видимо, это, потому что придумать это нельзя, потому что не видеть. Еще раз, даже если он пытался что-то специально придумать, вот как говорит Михаил Викторович, так просто не придумаешь. То есть, рукой гения будет высшая сила. С другой стороны, смотри, у него есть некая техника, так? Он в этой технике рисует человека среди камней. И в этой технике он много-много-много-много работ делает, ты видишь? Ну, понимаешь, если я с тобой дома, я его видела, сочетание закрывает глаза и видит. Ну, я к чему говорю, что комбинация? У него комбинация техники какой-то и видения. И видение, конечно. Так. Не отпусти меня. Надо сказать, что Ирина вот цветочками тоже вошла в композицию органичную. Мы, друзья, поднялись повыше, и вы видите, что тут было наверху у Пальмы. Там, оказывается, лодка с гликами какими-то. И парус у нее опущен. Вот такая конструкция. Мы продолжаем подниматься. И сейчас окажемся на самом последнем этаже. Эхо, мама родная, на смерть похоже. С левой стороны от нас, при выходе, здесь есть эскизы учеников Савидура Дали. Вы сами пойдите, посмотрите и выходите обратно. Мы, друзья, проходим с той скоростью, с которой движется. Здесь народ. Вы слышали, что сказали из Косовод. Значит, это работа учеников Савидура Дали. Что ты? Нет, видел лицо похоже на Горбачева, Михаил Сергеевич. Я бы был Милан. Так. Видео похоже на Горбачева. Я бы был вам копить. Знаешь, я бы был, конечно. Да? Да. Видео. Я бы был. Это интересно, Алия 68, Алия это возвращение евреев в Эр-Эцисраил, землю обетованную. Почему-то он интересовался вопросами репатриации евреев в Израиле, тема конслагерей видела. Давайте в окошечке тоже глянем, что там у нас с той стороны. А, это прямо на улицу выходишь, да. Слушай, мешки какие-то, смотри, ну вот сверху на потолке мешки. Тут вы видите, да, как Дали делал копию с картины Рубинса, а тут уже сам Дали. Ну вот смотрите, друзья, что тут получилось на потолке-то. Я так постараюсь пройти, не трясясь, а потом развернусь. Давайте вот так. Ну вот смотрите. А это зал. Это отличная сцена ухода самого Дали, самого Дали с усами. Ну это как ты ее понимаешь. Я не знаю, это очевидная сцена его и коридор вот этот, который, знаешь, как они уходят. Да. Вы знаете, что это было хорошо, значит, он видел вот такого плава. Мы можем только предполагать, что он видел, глядя на то, что он нарисовал. С его поводу видимо, да? Ну я, честно, я не знаю. Я думаю, что он так. Я сомневаюсь, но я думаю, что это больше как произведение искусства, чем его собственная кровать. Но я думаю, что он говорит о том, что мы видим, что это был такой вот такой вот отдельный-то, что это была самая вот такая вот такая вот такая вот такая вот такая и... Выходим по музею. Зал за залом. Такое ощущение, что их специально повесили. Кривовато. Я хотел бы облазить. Поскорбление от возможности этого процесса. Мы встретили специальные сферы. Кроме того, что мы не можем сделать это, мы можем сделать это. интерпретация классического вещь требует осмысления нет нет такого легкого понятного прочтения неожиданно друзья неожиданно мы оказались вот на этой площадочке свет ты поняла как мы за попали вообще где мы шли-шли по музею купол да но такое ощущение что это пристроено то есть это это не часть музея уже или что не знаю не знаю может быть это совершенно другое здание такое ощущение что мы как-то совершенно другое здание попали но здесь люди туда зайти окей ну да вот так слушай плоды плоды деревья давай сюда зайдем да это было продолжением музея тут вот разбираются форма его усов разнообразные картины эти залы и они пронумерованы и вы так можете легко ходить вот знаю по номерам где вы были где не были 21 на ферме не были приносим можем зайти это заходим в номер 21 что тут сразу много тоже сервер много лиц да 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 ну что пашки 21 ну понимаешь смысл в том чтобы человек сам разглядел он смотрит и разглядывает а мы не комментаторы мы тут на нескольких стеклах на несколько стеклах создана такая группа если будешь двигаться слева направо то ты будешь видеть как движется улица 24 год а это а это вещь 25 каждый такой можно сказать относительно ранний далее сестра тем более тут написано на табличках то есть можно более детально рассматривать то мы просто не мы идем это сделано на досках деревянных я так понял так сильно по потому что видно да это доски вот так он на них нарисовал 25 года работы да вот отсюда лучше понятно что нарисовано было то есть как в общей силуэт женщины наклонивший голову а там уже дальше начинаются детали снизу это трудно было понять другая техника тоже какое-то количество работ а тут зайти нельзя какой-то стекло да очень чистое не поймешь что стекло отражаемся да ну ладно так посмотрим и пойдем дальше мы видим в том же ключе ну такой вот современный ведь с оптическими какими-то элементами я все время стараюсь такую позицию занять чтобы нам лампочки с подолка не отсвешивали как получается для того чтобы эта штука начала двигаться надо бросить монетку тут кто-то из посетителей бросил монетку и она поехала и на шире царь и целая концерта да она выпрямляется вот отсюда мы покидаем музей сальвадора дали театр музей вот и выходим в город такую симпатичную очаровательную совершенно улочку выходим слева тут вот церковь святого петра так не очень живописно а вот прямо очень и направо тоже очень милую